Энергетическое восстановление жизнедеятельности. Что это за практика такая? Что она даёт людям? И зачем она нужна? Вот сейчас мы видим, как мастер ведёт работу со своим пациентом. Начало практики. Каким образом строится работа? В интернете зачастую обсуждают моменты, например, такие вопросы. Работа ведётся с биополем. Кто-то пишет с кристаллической решёткой. Кто-то пишет, что работа ведётся с информационными ячейками. Кто-то пишет, что работа ведётся с потоками энергии. На самом деле, как вы ни назовёте вот эти структуры, с которыми ведётся работа, любой вариант будет правильным. Почему? Потому что зона нашей энергетики находится вне зоны восприятия физическим зрением. То есть мы это видим внутренним видением, так называемым. Иногда говорят о ясновидении. И это зона там, где наш физический глаз фактически не видит, а видит мозг напрямую. И мозг выдаёт интерпретацию. Если интересно исследование на эту тему, в одной из статей я выкладывала последнее исследование, где говорилось о том, что если разделить правое и левое полушария человека и подносить картинки то к одному, то к другому глазу, то можно будет заметить, что в определённой позиции глаз выдаёт не то, что на картинке, мозг выдаёт не то, что на картинке. Человек воспринимает и видит не то, что на картинке, а тот образ, который формирует его мозг. И он может отличаться от того, что мы реально видим в физическом мире. Вот здесь то же самое. Наша энергетика находится за границами нашего восприятия. А это значит, мы видим, кто-то видит структурную решётку, кто-то видит информационные ячейки, кто-то видит информационное поле, кто-то, 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 потоки. Не важно, что вы видите, важно, что происходит на выходе с человеком. После того, как сеанс энергетического восстановления подходит к концу, как правило, у человека идут очень чёткие результаты в жизни, в здоровье. То есть энергетическое восстановление жизнедеятельности восстанавливает энергетику человека и, соответственно, влияет наилучшим образом на работу суставов, на работу всех внутренних органов, на какие-то моменты, именно связанные с физиологическим здоровьем. Я уже не говорю про прямое самочувствие, когда человек наполняется жизненными силами, энергией и чувствует себя очень даже прекрасно. Данная практика в Белоруссии существует уже несколько лет. Привезла её сюда известный целитель, экстрасенс Татьяна Еретнова. Она же в эту практику включила, она её скомпилировала из техник Эрика Перла, Пегги Дубра. Сюда же включены элементы работы филиппинских хиллеров. Практика состоит из двух частей. Первая часть энергетического восстановления, базовый курс и продвинутый курс. Чем отличается продвинутый курс от базового курса? Если базовый курс – это основная энергетическая проработка, но это, хочется заметить, не только работа с энергетикой, это и работа с сознанием. Дело в том, что когда человек лежит на массажном столе, он не спит. Он находится в таком состоянии глубокого транса. И в этом состоянии вдруг у него начинают всплывать какие-то эпизоды, какие-то событийные ряды, которые связаны с моментами, когда он обижался, когда у него возникало чувство вины или какие-то негативные эмоции испытывал. То, что в дальнейшем могло лечь в основу его психосоматического заболевания. В психосоматическую основу его заболевания. И вот с этой основой и начинает вестись работа на этом уровне. То есть, получается, энергетика как бы подталкивает кристаллы сознания к тому, чтобы они освободили и отпустили какие-то жизненные ситуации у человека, которые он может в этот момент переосознать и воспринять абсолютно со спокойной, с очень глубокой практики, с трансового глубокого состояния. И таким образом вот эти ситуации сразу уходят на осознавание. Он видит, где он был прав, где он был неправ, что происходило, чему это его научило и вообще зачем была ему нужна эта ситуация. Не у всех это всё доводится до конца, поэтому в конце вот такого сеанса целительского имеет смысл уделить полчаса времени клиенту и поговорить с ним. То есть, доработать, доработать уже коучингом те ситуации, которые повсплывали. Объяснить, перепрожить и помочь извлечь осознание и уроки. На продвинутом курсе работа ведётся более глубинной. Она ведётся не в целом с организмом, она уже ведётся с отдельными меридианами и с отдельными органами, когда можно прорабатывать достаточно глубоко те или иные заболевания. И опять-таки, там тоже очень много моментов, связанных уже с конкретным заболеванием, выходят на осознание. То есть, это уже не более общий подход, а более частный подход, когда вы работаете с клиентом. Для кого эта практика? Очевидно, вот по работе, сейчас вы видите внешне, когда делается работа, очевидно, что она подходит для тех, кто работает, например, массажистом, энерготерапевтом, для тех, кто готов работать с людьми, кинезиологом, для тех, кто готов работать с клиентом на массажном столе и готов оказывать услуги по целительству. Поэтому первый шаг очень важный перед тем, как принять решение для того, чтобы учиться, либо не учиться вот этим техникам, готовы ли вы работать непосредственно с людьми и оказывать им вот такого рода целительские услуги. Если готовы, то вот этот вот курс, он специализированный, он именно для практиков, он не для того, чтобы поговорить. И сами видите, что сами себе вы сеанс энергетического восстановления не сделаете, но вы можете сделать своим знакомым, близким, друзьям, клиентам и так далее. То есть это практика уже вспоможения людям. С какими заболеваниями можно работать данной техникой? Ну, артриты, артрозы, ревматизм – одна тема. Да, все, что связано с суставами, все, что связано с нарушением гормонального уровня, все, что связано с энергообменом, включая, например, тот же сахарный диабет, все, что связано с глубокими психологическими состояниями, когда идет потеря энергии, например, депрессивными состояниями. А также в случае, например, тяжелых недугов, когда у человека просто не хватает жизненных сил. То есть вот эта практика позволяет сделать такое достаточно быстрое восстановление энергетики человека и наполнить его энергией. В случае, если нет глубокой проработки психосоматической, то человек просто получает достаточно такие хорошие энергетические состояния. Когда есть еще психосоматическая работа, то в данном случае результаты будут на порядок лучше. Данная практика сочетается, по сути дела, со всеми практиками, чем бы человек ни занимался. Данная практика очень круто продвигает в своем развитии людей, которые начали, например, с космоэнергетики, либо же с рейки, либо с живы, либо вот в таких вот практиках. Дело в том, что Татьяна Еритнова сама была прогрессором космоэнергетики, и она длительное время глубоко занималась изучением и этой темой, и работала с людьми, у нее очень большой практический опыт был. Поэтому, когда она соединяла техники, добавляла свои наработки, она делала это не на пустом месте, она все это отрабатывала на людях и имела практические результаты в жизни. Практика необычайно результативна и действительно интересна. Когда вы смотрите эти кадры, и вам интересно, что делают, и вам самим хочется вот точно так же начать работать с клиентами, и вы чувствуете интерес, порыв вот этот внутренний и так далее, то, в принципе, никаких сложностей в плане обучения, ограничений в данном случае не существует. В конце обучающего курса выдается сертификат, и этого сертификата достаточно для того, чтобы вы могли оказывать бытовые услуги человеку. То есть, в принципе, вся та же самая история, что и с массажом, но с массажом, если еще недавно нужны были лицензии, то на сегодняшний день определенные виды массажа были выпущены на свободу. И вот этот вот массаж относится к энергетическим, вот эта практика относится к энергетическим практикам, и можно работать по целительству. Было бы желание. Обычный сеанс длится, вот в данном виде практик, от 40 минут до где-то полутора часов. То есть, за это время вы прорабатываете клиента энергетически на столе, и в дальнейшем у вас есть еще время для того, чтобы с ним побеседовать и проговорить все то, что у него всплывало за время сеанса, для того, чтобы освободить его от эмоций и от тех моментов осознаний, которые у него происходили в это время. И помочь осознать определенные жизненные ситуации, чтобы они больше в его жизни не повторялись и не откладывались в его физическом теле какими-то энергетическими блоками. На кадрах вы видите работу Натальи Лары Суши. Это белорусский тренер, которая, мало того, что она работает, и проводит сеанс энергетического восстановления, она же и обучает этому ремеслу. Она ученица Татьяны Еретновой, прошла у нее обе программы, и обе программы на сегодняшний день восстановлены в полном объеме и передаются ученикам для того, чтобы сохранить эту практику, сохранить ее в силу ее действительно высокой результативности и успешности. Наталья Лара Суши – белорусский тренер, сертифицированный, необычайно образованный. В своем арсенале имеет бесконечное количество практик в области психологии и психотерапии, экстрасенсорики, такие как дистанционное ведение, коучинг разные варианты, кинезиология, тета-хиллинг, энергетические практики, по сути дела все виды, гипноз, много вариантов, эриксоновский, директивный, какой хотите. То есть на самом деле очень профессиональный тренер, который может дать действительно глубинную базу и ответить действительно качественно на вопросы, которые у вас будут возникать по мере обучения. Мы приглашаем на семинары по энергетическому восстановлению жизнедеятельности, которые проходят в Минске. Ведет Наталья Лара Суша. Ее работу вы сейчас можете видеть на видео в процессе всего этого общения. Вы могли заметить для себя, что работа ведется молча. В момент, когда вы работаете с клиентом, работа ведется молча. Классный, успешный, молодой тренер, который занимается саморазвитием, который занимается помощью другим людям, сотрудничает с нашим центром Натальей Лара Суша и приглашает всех желающих пройти обучение на курсе энергетическое восстановление жизнедеятельности, базовый курс и продвинутый курс, который проходит с завидной периодичностью в Минске. До встречи, друзья!